Я с Харькова, мне мир не нужен, мне нужна победа. А потом уже мир, а сначала победа. Поэтому говорить о мире, для того, чтобы Украина осталась целостной, не поделили ее никак, это будет победа. Тогда и будет мир. А просто так идти на какие-то условия Путина, я против. Мы очень много пережили в Харькове, поэтому в Украине настанет мир, если прибьют всех русских. Только на себя надо надеяться. Воины у нас есть, которые нас защищают, оберегают и добьются всего, что будет хорошо. Я думаю, что разговаривать надо, но идти на уступки, такие, какие хотят, это разоружение полностью страны, я считаю, я против этого. Мы страна самодостаточная абсолютно, и мы имеем право иметь и оружие, и армию, и чтобы в случае таком свой суверенитет защищать. Мне кажется, они к этому не готовы. Я думаю, пока невозможно. А условия, ну, у нас же представлены условия. Это возврат Крыма, возврат временно оккупированных территорий. Не знаю, что нужно для этого. Нужно подождать немножко, пока у них экономика совсем развалится, да, тогда, наверное, они пойдут на эти уступки, которые и так, собственно, за нами закреплены международным правом. Оно должно быть, чтобы эти жизни не уходили, понимаете, это должно быть. Но это не от нас зависит. Это не от нас зависит. Просто, чтобы прекратить эту войну, должна какая-то быть договоренность. Это я так считаю. Вы считаете только переговоры мирным путем? Да. Войны не хочу никакой. Война – это страшно. Это ужас, что там. Харьков и все остальное. Они упали. Я приехал с рейса, даже не понимаю, что происходит. Результат хороший должен быть. Чтобы все это закончилось. Что происходит. Закончить войну. Вернуть Крым. Оставить Донбасс в покое. Оставить Украину в покое. Это наша земля. На этих условиях. За что ребята сейчас гибнут? За что все это происходит? За того, чтобы он пришел и все отнял от нас. Он возьмет кусочек, потом еще кусочек, потом еще кусочек. Он же не наостанавливается. Это... Я даже не знаю, кто это. Дэмон. Кто он там такой? Спасибо.